Это дико травмирует. Я почему привожу в пример конструкторов, потому что это в большей степени мужской тип, он чаще встречается у мужчин. Хотя очень много скрытых конструкторов среди женщин, и никогда по ним не скажешь, но на самом деле в них тоже очень часто бывает такой скрытый конструктор. И они очень требуют последовательности действия. Если им попадется какой-нибудь мужчина, который, значит, очевидный рефлектор, которому, значит, ай-яй-яй, произвести впечатление, павлин-мавлин, вот это все, то возникает куча вопросов. Вот. И действительно, ну, здесь просто нужно понимать, во-первых, это нужно изучить, это должны понимать представители пары, что им нужно. Потому что если человек имеет вот в себе рефлекторский радикал, и вы не даете ему ощущения, что вы в восторге от него, вы просто издеваетесь над ним. Понимаете, вот именно такие характеристики. Не вот так, да, а вот так вот. Не восхищаетесь? Подонок. Все, понимаете, тут это вот надо понимать, да. Иногда не важно, чем вы восхищаетесь, да. Вот. Есть ли повод? Если вы думаете, что с той стороны интересно, есть повод, нет повода, нет. Можно восхищаться просто так. Будет достаточно. Да, вот. Если, то, что касается конструктора, если они не способны сформулировать то, что вас беспокоит в причинно-следственных закономерностях, вы никогда не получите взаимопонимания. Вы должны объяснить, поскольку происходит вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, и прикладывая это сюда-сюда, в целом, возможно, так, так и так. Соответственно, мы оказываемся перед ситуацией, что у нас вот это, вот это, и вот это. Давай решим, как мы поступим. Дальше там выйдет, значит, целое, все будет переработано, пересобрано, пересложено. Возможно, вы вернетесь к каким-то общим, там, знаменателям, да, и примете какое-то решение. Вам может казаться, что это бесчувственное, как бы сказать, издевательское и прочее, как бы сказать, действие, да, вот. Но человек очень искренний и хочет, чтобы все было хорошо. Сколько бы вы ни страдали при этом. То есть, ваша теория в ближайшем будущем, платформа, подтестирование, по сути, приведет к разделению всех людей на фракции, как в фильме-дивергент. Знать бы еще, что это за фильм, я бы прокомментировал. Так, музыканты музицируют, художники рисуют, а что должен был делать тесть тысяч часов Леонардо да Винчи, чтобы описать строение человека и описать конструкцию парашюта и аэростата. Значит, я вам должен сказать, поскольку я очень глубоко изучал биографию Леонардо да Винчи, я вам скажу, что он огромное количество времени занимался, это нам кажется, что он художник, да, великий, который создал гениальную картину, которая совершенно случайным образом стала, была признана гениальной, ее просто удачно украли и обставили это воровство картины, значит, большими патриотическими чувствами итальянцев, значит, которые не могут потерпеть присутствие шедевра в Лувре. И она просто получила очень скандальную, красивую биографию Мона Лиза, да, она висела просто, одной из, есть фотографии Лувры, до воровства, это вот такая просто там, просто стена завешена просто каким-то, и там она висит. Сейчас есть зал отдельный, ну, своровали все, там, создали историю, вообще шоу-бизнес это дело такое. Вот, да, и у нас есть ощущение, что Леонардо да Винчи вообще художник, значит, ну, конечно, он не был художником, он был человеком, который создавал праздники, да, он радовал, значит, герцогов разных, значит, бесконечными парадами, карнавалами, фейерверками, и, значит, это был человек, который создавал, ну, я не знаю, как, ну, вот, вот эти вот, как это, как спортивно-массовые мероприятия, культурно-спортивные мероприятия, досуговые мероприятия, вот, аниматором был. Вот, да, и, как можно сказать, очень большая практика по взаимодействию с самыми разными инструментами, она позволила ему придумывать разные штуки. Правда состоит в том, что воспроизводство его штук показало, что они не летают, не ездят, не ходят, не плавают, не бавны. Вот, значит, кроме этого он, конечно, обладал невероятным художественным даром, да, что ни в коем случае нельзя отрицать. Конечно, вот когда мы сравниваем скрипачей и говорим, что 10 тысяч часов для скрипача – это важно, чтобы он стал, значит, солистом, это все, как бы сказать, адекватно для скрипачей. Если мы возьмем баскетболиста и заставим его 10 тысяч часов, значит, пиликать на скрипке, вот, вы не получите того же результата, как у человека, который сознательно, увлеченно пошел на дело скрипичного, так сказать, скрипичной работы. У нас с вами есть предустановки. Значит, у кого-то слишком много зеркальных нейронов, и он очень хорошо реконструирует других людей. Вы можете заметить их среди психиатров, психотерапевтов и так далее. Вот. У кого-то другие достоинства, у кого-то, ну, я очень люблю классическую музыку, но я не понимаю ее нот, и лучше мне ее не рассказывать. Да, вот. И почему? Потому что, ну, эта часть мозга у меня не развита. У кого-то что-то развито всегда, ну, то есть не развито, а просто больше клеток, больше их плотность, большее количество глиальных клеток, такой серотониновый, дофаминовый и прочий обмен там и так далее. Ну, это живой орган, где разные части могут быть в большей степени... Ну, у вас ноги у всех разные длинные же, да? Ну, там, есть у кого-то подлиннее, у кого-то покороче, да? Ну, так в мозгу у кого-то какая-то зона может быть там подлиннее, покороче, там, побольше, поменьше и так далее. Конечно, у нас есть какие-то природные склонности, и в этом смысле лучше развивать 10 тысяч часов, потратить на то, в чем у вас уже есть какая-то предрасположенность, чем, собственно говоря, искать что-то другое. Поэтому, да, то, что касается его анатомии, его анатомия тоже, к сожалению, вся ошибочная, она очень фотосмагорична, в значительной степени это обуславливается тем, что у него действительно была очень большая проблема к доступу к трупам, тогда это была не самая большая, не слишком доступная вещь, не разрешала церковь заниматься анатомированием тел, ну и плюс, как бы сказать, сберегающие технологии плохо работали, все это гнило, портилось, там его выдавало. Ну вот, поэтому не будем обольщаться. А сколько он рисовал Мону Лизу?